Сегодня я хотел бы поговорить о вещи, которая для меня очень важна, и я бы сказал, некий принципиальный подход, который очень большое значение имеет в моей жизни жизненной позиции. И для того, чтобы понять, почему я так к этому отношусь, то надо вспомнить содержание дневной отрывок из нашей главы и понять, что он ставит перед нами мировоззренческую дилемму некую, которая вроде бы напрямую никак не освещается. Вот там 90 всяких предсказаний о катастрофах, о страданиях невероятных для людей. И Тора однозначно это связывает с духовным состоянием народа и его уровнем, хочется сказать, религиозности. Слово, слишком много, мне не нравится это слово. Состоянием духа, действительно, отношением к Богу со стороны этих людей. Тора это постулирует, как бы, да, она говорит, вот это вот все придет, потому что... Тогда вот возникает вопрос, это должно быть результатом и следствием деградации морального падения всего народа? Или достаточно, чтобы... Для того, чтобы они все произошли, достаточно нарушения отдельных его представителей? То есть, должны ли эти грехи разделяться всеми? Или некоторые... У нас же коллективное взаимодействие, да, мы все клеточки единого организма, и если какие-то отдельные клетки, они больны, то страдают ли с организмом? Так вот, это должно быть всеобщее или достаточно некой критической массы отдельных нарушителей? И Всевышний в своем предупреждении о последствиях нечестий, он наглядно демонстрирует потрясающий принцип. проявляет толерантность, терпимость к неким нормам поведения. Общество тем самым принимает на себя ответственность за то, что происходит в рамках вот этих вот легальных для него норм. и в обществе срабатывает феномен некой общепринятости. То есть, другими словами, положительно примятое общество в целом, некая норма поведения, автоматически становится руководством к действию для большинства населения. И я попытаюсь расшифровать это, так сказать, умное утверждение. Я пытаюсь точно формулировать, и поэтому понимаю, что многие меня не поймут. Общество, в котором с уважением относятся к знаниям, породит множество ученых. Общество, культивирующее ксенофобию и рознь, породит изуверов. Общество, построенное на принципах взаимной социальной ответственности, порождает идеалистов. Общество, где жизненный успех определяется деньгами, оно продуцирует бизнесменов и управленцев. Иначе говоря, люди обретают ценности и строят свою жизнь в соответствии с социальной этикой этого общества, в котором живут. Общество гедонистов, людей, стремящихся к наслаждениям, там, где культивируется, так сказать, удовлетворение своих страстей и похоти, оно порождает всеобщий распад и разврат. И проклятие, описанное в нашей главе, главе Кисовой, на самом деле, описание неизбежных будущих трагедий, которые несут людям, естественно, гибель и страдания, но которые уничтожают общественные институции, общественные устройства. Ведь очевидно, что в каждом случае массовое бедствие в первую очередь уничтожает существующие в то время, актуальные для того времени, социальные структуры. И отдельные люди, выжив после страшных разрушений и потрясений, раз за разом восстанавливали потом необходимые для них социальные структуры, на месте уничтоженных возникали новые и, может быть, более здоровые, более совершенные. И при этом априори понятно, что все эти трагические явления оказываются результатом кумулятивного эффекта. То есть, это все было не в одночасье, они накапливались и формировались задолго до явных катастроф. Проблема ведь была в том, что при последовательной деградации социальных и общественных структур и нравов терпимость всего общества к различным грехам возрастала все более и более. Все предсказанные торы-катастрофы, постигшие еврейский народ, имели отношение ко всей общине Израиля, народа Израиля, и неизменно делали явными те процессы, которые приводили к крушению, сложившейся на определенных этапах развития, норм поведения. И то, что я говорю, это не наблюдение последнего времени, глядя, так сказать, в окно, концепция ответственности неожиданно и парадоксально изложена уже в Талмуде, в трактате Шаббат, 55 лист, первая страница, и там приведено, так сказать, разногласие, столкновение мнений Раби Зейра и Раби Шимон Бар-Яхоя, Раби Зейра утверждает, Равин обязан указывать сановникам при правителях на их ошибки. Раби Шимон говорит, в свою очередь, что подобного рода, так сказать, замечания не будут иметь никаких последствий, потому что они не станут внимать его словам. Раби Зейра говорит, что совершенно не имеет значения, добьешься ли ты результата своим выступлением, своей апелляцией, или нет. Потому что тут принципиально важно сказать, что делается что-то не то, независимо от того, прислушаются они к тому, что им говорят, или не прислушаются. И в развитии темы там Талмуд цитирует пророка Ихэскина в 9 главе у пророка Ихэскина, 4 пособ. Там странное такое утверждение. И сказал ему Господь, пройди посреди города, посреди Иерусалайма. Это Господь сказал ангел, естественно. Пройди посреди города, посреди Иерусалайма, и начертишь знак на лбах людей, там написано Тав, стенающий и вопящих огнусы совершающихся. И Талмуд объясняет, что написано у Ихэскина. И продолжает, он расшифровывает эту строчку странную и пишет. Сказал Святой Благословен Акодыш Горн. Ангелу Габриэль, напиши знак Тав чернилами на лбу праведников, чтобы защитить их ангелы-уничтожителей, и напиши Тав кровью на лбу злодеев, чтобы властвовали над ними ангелу разрушить. уничтожить. В чем разница между ними создателей, спросил Гавриэль. Всевышний ему отвечают эти праведники, эти грешники. И говорит Гавриэль, но у праведников была возможность протестовать, они не протестовали. На это ему отвечает Бог, передо мной известно, что грешники все равно не послушают звук праведников. Это тебе известно, говорит Гавриэль, но они же этого не знают. Совершенно удивительная года. Да, говорит о позиции. В пророчестве Хескель сказано, что надо написать ТАВ на лбу праведников. Почему? Потому что ТАВ это последняя буква алфавита. То есть, они соблюдали все законы от ТАВ до ТАВ. Праведные люди. ведущие себя лично безупречно. Но они не выразили своего несогласия, своего протеста против нарушения законов Торы. И вы знаете, чем заканчивается это обсуждение в Геморе Шаббес? Да, после вот этого, после этой годы. Талмуд завершает, что атрибут правосудия Габриэль это суд. Атрибут правосудия победил. И разрушение началось с праведников. И тогда вопрос, почему праведники не протестовали. ведь в Торе книги Вейкра в 19-й главе там есть заповедь о хех тахех эсаметеха увещевай увещевай своего ближнего. То есть двусмысленно предписывается реагировать на дурное неправильное поведение. Если я вижу, что кто-то допускает публичное нарушение, а речь всегда идет о публичности. Это вообще вещь, которую я все время пытаюсь объяснить. Любая проблема заслуживает обсуждения и осуждения, если она вынесена в публичное пространство. В личное пространство человека никто не уполномочен вмешиваться. Это дело Бога. Не надо переживать за Бога, что он не сумеет разобраться и справиться с проблемой. Он справится. Речь всегда идет о том, что вынесено в публичное пространство. Вот здесь говорит себя наша святая Тора. хо-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Это когда нечто вынесено в публичное пространство. Надо указывать человеку на то, что происходящее неприемлемо. Правда. Есть оговорка. Как митзват сказать вещь, которая будет услышана, говорит Томут, как митцва не говорит вещь, которая не будет услышана. То есть, другими словами, вот этот протест, он на самом деле в первую очередь преследует своей целью принесение пользы тому, на кого он обращен. Ведь человек, который делает что-то неправильное или хорошее, в первую очередь он себе делает как. И поскольку сказано, что мы должны друг друга любить, то любовь подразумевает также указание на опасность, которую человек представляет для себя и для окружающих. Ибо мы, как я уже сказал, мы все взаимозависимы. но когда человек заведомо это приведет к отторжению, скандалу, другим нарушениям, ответным оскорблением и так далее, то ты не должен этого делать. Другими словами, только в том случае, если есть какая-то надежда, то, что слова будут услышаны, эти слова должны быть сказаны. Но с другой стороны, сказано, что даже если ты не уверен в том, что человек тебя послушает, ты все равно должен это повторять. халмут говорит до ста раз. Это образное выражение, не имеется в виду, что должен считать. Сколько надо, столько повторяй, потому что понятно, что если это вызовет ответную агрессию, то это совершенно не... Это на одно нарушение накладывается уже другое нарушение, да, и имеет негативное развитие. Но если этого нет, то нуди. Почему праведники не нуди? Это ведь концепция социальной этики. А праведники знали, что грешники опираются на общественное мнение. Вот эта легализация греха, она заставляет их считать, что в том, что они делают, вообще нет ничего плохого. Их поведение обусловлено, принято в этом обществе нормами социальной этики, морали. Вот и считает праведное, а зачем тратить время? Все равно, кроме насмешек и иронии, их никто не поймет, никак не среагирует, не прислушается к ним. И обратите внимание, в самой этой талмудической агаде, которую я вам цитировал, мы видим, что рассуждение праведников вполне доказательное и верно. Сам Всевышний подтверждает обоснованность их решения не вмешиваться, что действительно не помогло бы. так за что тогда наказываются праведники? А талмуд, вот это я гадил, но считается другого подхода. Единственный путь ненасильственного изменения этических и моральных норм это аргументированный протест. Поэтому праведники обязаны протестовать, даже зная, что их не станут слушать. у меня в силу испорченности я сразу вспоминаю семь человек, которые вышли на Крашеную площадь с плакатами «Нет в войне» во время Пражской весны. Они все сели, естественно, но они доказали, что происходящее есть те, для которых происходящее неприемлемо, невозможно. Бессмыслица все равно ничего не изменила, многое изменило. В первую очередь в сознании для тех, кто об этом узнал, даже при той информационной изоляции цензуре, которая тогда была, это оказало гигантское влияние на большое количество людей. Даже в этом случае слова мнения не вопли, не истерика, а высказанное мнение, противоречащее общественным настроениям, оказывает влияние на ситуацию. обсуждение И если это начнет, если это становится предметом обсуждения, разговоров, то есть надежда, что общественные нормы начнут меняться в верном направлении. Социальная апатия приводит к неизбежному ходу событий. Непротивление общественному мнению, вошедшему в противоречие с мнением Всевышнего, оно приводит к детерминированному, предсказанному, неизбежному массовому бедствию. Да, после этого массовое бедствие все начинает перетасовываться заново, потому что массовое бедствие, как я уже сказал, это разрушение общественных социальных институтов, потому что катастрофа для тех, кто остался, заставляет все заново пересматривать и строить уже заново, и зачастую с учетом предыдущих ошибок. Вопрос только о том, что в этом случае, когда это уже пришло к такому концу, это стоит большой крови. Гигантского количества страданий. Это то, о чем здесь сказано. Все имеет последствия. Бог сказал, ребята, ваше морально-этическое духовное состояние получит материальное выражение. Вот список. Уже снитесь. и мы видим, что каждый раз, когда это происходило действительно таким образом, когда это приводило к подобному результату, после этого все начинали как оставшиеся начинали строить новое, лучшее, чем было до этого. Они уже не воспроизводили то, что уже даже с их точки зрения привело к катастрофе. Они пытались построить что-то лучшее. Мы верим в светлое будущее. Вопрос цены. И поэтому это остается требованием выносить мнение нашей святой Торы в общественное пространство. делать их предметом обсуждения. Потому что социальная апатия, отказ от высказывания позиций приводит к неизбежному развитию событий. И в перспективе к большому горю. для многих фатальному ведь недаром весь этот раздел, который содержит 98 угроз предупреждений, называется на языке мудрецов тохеха. Мы говорим тахейху. Да? Я вам уже приводил цитату истории, да, ухех, тахейху, сетаму, теху. Увещевая, увещевая. Это увещевание и корень этого слова гохаха. Кто знает еврейский язык, гохаха, это значит доказательство, разъяснение. Потому что путь не в том, чтобы объяснить человеку, что он неправ, грешник или дурак и так далее, а доказать и показать ему, к чему приведет развитие его пути. прояснить ему вот этот вот детерминизм и этим самым заставил его что-то изменить. То есть, грубо говоря, это то самое просвещение, которое мы говорим. Это не обязательно фронтальные уроки, это частные беседы, это рассказывали своего мнения. Это заявленная позиция. Она уберегает, она способна нас уберечь от жутких последствий, жутких катастроф. То, что принято, как уже было сказано, становится указать, став нормой, это едва ли не становится обязательным. И поэтому и тогда вот список. Хаосеризм учит нас видеть за внешним суть. и применительно к страшным словам нашей главы, которые даже во время публичного чтения свитка в субботу читают не в полный голос и не вызывают человека по нашему обычаю, в отличие от всех остальных к чтению вот этой Духтахейхи. это означает загрозной устрашающей формы увидеть скрытое добро. Правда, в Митртате Мегила в Геморе на 31 листе вторая страница говорится о введенной эзрой традиции эзосойфером, имеется в виду, следуя которой цикл чтения Тора в синагогах всегда рассчитывается так, чтобы глава Китаво читалась дорошешена. Всегда. Что все эти ужасы остались ушедшим. Но Зор говорит, что вся Тора это благословение. И то, что выглядит как угроза, как проклятие, на самом деле благословение. Потому что когда тебе говорят, что если будет так, то будет так. тоже не будет. И хрестоматийная история про Митл Рэбе, про Рэбе Довгара из Любавича, сына основателя хасидского движения Хаббат, нашего движения. Рэбе Шнурзалман. Рассказывает, что он однажды папа кто-то читал главу Китаво вместо отца, который обычно читал. И мальчик услышал, что читает, и у него была нервная горячка. мальчик. И он тяжело выкрапкивался этого. Он услышал, умный был мальчик, будущий второй Любавичский Рэбе. И когда он очухался немножко, его спросили, ты же в прошлом году это слышал в позапрошлом, почему это не произвело на тебя такого впечатления. И он ответил, потому что когда читал Папа, это звучало благословение. потому что на самом деле когда нам говорят, что если такие-то вещи будут результатом чего-то негативного, то этим самым нам говорят, что если этих негативных вещей не будет, такого результата не будет. Поэтому это хиха. Это не проклятие. Это увещевание. очень важно даже ты не всегда можешь делать то, что надо. Тебе очень важно знать как не надо для того, чтобы суметь построить свою жизнь и уберечь ее от большого количества проблем. так, чтобы